В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Дмитрий Дудко. В ночь на субботу лимиты электроэнергии, подаваемой городу, будут уменьшены до 80 мегаватт. Причина – ремонтные работы в Крыму. Информацию озвучили на вечернем заседании штаба ликвидации последствий ЧАЭС. В связи с этим точное соблюдение графиков веерных включений будет временно невозможно. Сегодня с 22 часов будут отключены лифты и остановлены троллейбусы. Выход электротранспорта на маршруты не ранее 7 часов утра 12 декабря по согласованию с диспетчером Севэнерго. На ночь принято решение максимально запитать все котельные и теплопункты. Ремонтные бригады переводятся в режим повышенной готовности. С 23 часов до 7 утра будут ограничения в подаче электроэнергии. В связи с ремонтными работами на энергомосту, в связи с этим будут вводиться дополнительные ограничения. Максимально мы будем стараться запитать теплопункты, чтобы сохранить тепло, сохранить стабильную работу теплопунктов. И просим всех экономно использовать электроэнергию, не включать энергоемкие приборы. Фактически мы будем работать ночью без графика. То есть будем запитывать только социально важные объекты и теплопункты. Оплатить коммунальные услуги, отправить поздравительную открытку, оформить подписку на журнал или получить посылку можно во всех отделениях связи Севастополя. Выплата пенсии, социальной помощи, денежных пособий и все виды переводов доступны во всех почтовых отделениях города, вне зависимости от подачи света. Об этом заявила на брифинге исполняющая обязанности директора почты Крыма Людмила Глушенко. Гражданские пенсионеры свою пенсию, свой срок выплаты ожидают ее дома, принесет им почтальон. Если по какой-то причине пенсионер не смог находиться в этот день дома, он может подойти на следующий день на почту и получить свою пенсию по предъявлению паспорта. Все могут спокойно, в обычном режиме получить свою пенсию. Никаких проблем у нас с этим нет. Все деньги у нас есть, на расчетный счет поступают, достаточно рабочих мест и в отделениях связи, и достаточно денежных средств для выплаты. Сроки реализации программы по переселению из аварийного и ветхого жилья, которые были намечены на декабрь этого года, продлят до конца первого квартала 2016-го. Причина – многие дома не готовы к заселению. На объектах из-за отключения света работы не проводились. В режиме ЧАЭС стройки в городе заморожены. Напомним, в 2014 году 34 дома в Севастополе были признаны непригодными для жилья. Участниками программы стали 668 человек. Им должны были представить 238 квартир. Данной программой департаментом проводится работа с застройщиками. Соответственно, нашли мы 211 жилых помещений. Соответственно, 76 из этих помещений передаются со стороны застройщиков в казну бесплатно. В рамках тех инвест-договоров, которые были заключены еще при Украине. И мы эти помещения как раз будем использовать именно в программе Верхий аварийный фонд. Все остальные помещения, 134 помещения, мы закупаем у застройщиков. Соответственно, у нас заключены госконтракты на приобретение. К концу года мы планируем переселить и заключить договор соцнайма 60 помещений. Вчера вручили уже первые ключи двум жителям. Это два пенсионера, бабушка с дедушкой. Управление долевого строительства занимается проблемой обманутых вкладчиков. В Севастополе насчитывается 238 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков. Ведутся четыре судебных процесса. Департамент градостроительства составляет реестр обманутых дольщиков. Департамент архитектуры подготовлен законопроект. Данный законопроект, он как раз определяет те объекты, признает их проблемными. Соответственно, мы определяем по каждому объекту те критерии и те объемы финансирования, которые были вложены обманутыми дольщиками. Мы составляем реестр обманутых дольщиков, тем самым определенным образом мы формируем сам объект. Какие правоотношения там у него возникли, какая конкурсная масса и какие денежные средства у него есть. Какие застройщики участвовали в этом процессе. Создается определенный реестр. Ну и там процессуально уже мы будем участвовать в дальнейшем освоении. Будем искать подрядчиков, застройщиков, которые могут достроить этот объект вот с теми обременениями, которые есть. 14 декабря с 12 до 20 часов в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина проводится общероссийский день приема граждан. Для участия необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность заявителя, информирует пресс-служба правительства города. В регионе прием граждан будет осуществляться в порядке живой очереди по нескольким адресам. С ними можно ознакомиться на официальном сайте правительства Севастополя. На площади Нахимова уже второй день идет установка новогодней елки. Искусственную зеленую красавицу город приобрел несколько лет назад. На сегодня бригада из шести специалистов закончила монтаж 15-метрового каркаса и подиума. Приступили к внешнему оформлению. В итоге на металлический конус поместят около 600 пушистых веток. В целом высота главного атрибута зимнего праздника будет 16 метров. Установку елки мастера планируют завершить к вечеру 12 декабря. Далее к делу приступят электрики. Зеленую красавицу украсят игрушками. Торжественное же открытие главной городской елки запланировано на День Святого Николая 19 декабря. Легендарное «Яблочко» в исполнении балаклавского хореографического ансамбля «Радость» 13 декабря увидят в Москве. Сегодня 25 молодых артистов провожали в столицу. Коллектив выступит на гала-концерте по итогам вручения народной премии. В этом году художественному руководителю хореографического ансамбля «Радость» Виктору Гуцуленко присвоена правительственная премия «Душа России». Он стал одним из 15 лауреатов. Награда присуждается руководителям и солистам самодеятельных коллективов народного творчества, исполнителям эпоса и мастерам народного декоративно-прикладного искусства за выдающиеся творческие достижения в сфере сохранения и развития народных традиций. По этой премии есть положение, да, и если кто-то номинант побеждает, он привозит свою работу. Будет концерт проходить в зале имени Чайковского. Ну, вы сами понимаете, только зал Чайковского – это предел мечтаний. Это, я не знаю, одна из самых престижных сцен России. Я очень давно уже, как восьмой год, коллектив называется «Ансамбль «Радость». Мы ездили очень много. В этом году мы были в Москве. В прошлом году мы были в Твери, во Владимире. В Ростове. Встречают очень хорошо, аплодисменты. Все встают, даже музыки не слышно иногда. Правовой час для учеников младших классов провели в Центральной детской библиотеке имени Гайдара. Мероприятие приурочили ко Дню Конституции России, который отмечается 12 декабря. Ребятам рассказали о главном своде законов нашего государства, а также о правах и обязанностях граждан. Встреча с тем, что я севастополец. Конференцию школьников провели в городском центре туризма и краеведения. Цель форума – изучение истории Отечества, подвигов земляков во время войны. Ученики из более 20 образовательных учреждений города представили свои научные труды по направлениям родословия, Великая Отечественная война, летопись родного края, школьные музеи, природное наследие Крыма. В конференции приняли участие и курсанты президентского кадетского училища. Свои материалы они посвятили изучению истории Великой Отечественной войны. Доклады проходили строгий отбор, сегодня были представлены лучшие из них. Работы ребята писали, сотрудничая с поисковыми отрядами, изучали архивные документы в библиотеках и музеях Севастополя. Представили учащиеся и работы о жизни и подвигах своих родственников, которые участвовали во второй обороне Севастополя. Моя тема посвящена моему прадеду, Бутенко Владимиру Титовичу, который защищал Севастополь с первых дней и до последних дней обороны. Был воздушным стрелком-радистом в составе разведывательного авиационного полка. Погиб в Румынии в 43-м году. Место гибели точно его неизвестно. Оставил много о себе информации. Моя работа в направлении «Земляки» об одном из самых ярких представителей военно-морского зарубежья, капитане подводной лодки «Утка», командире 2-го ранга Несторе Александровиче Монастыреве. В прошлом году у нас тоже было, по-моему, два лауреата всероссийского конкурса. Сегодня мы допустили к защите 9 работ севастопольских школьников. Отобранные работы отвечают всем требованиям, которые существуют в Российской Федерации по оформлению этих работ, по написанию. По итогам этого тура, регионального отборочного тура, мы будем предлагать детские работы на конкурсе всероссийском. Советскому исследователю Арктики посвящается. В шестом филиале Центральной библиотечной системы для детей прошел час краевидения, посвященный Ивану Попанину. Ученикам пятого класса шестой школы рассказали о жизни и труде почетного гражданина Севастополя. Такие познавательные уроки здесь проводят ежегодно вот уже на протяжении 20 лет. И приурочены они ко дню рождения Ивана Попанина. Будущий доктор географических наук родился в Севастополе 26 ноября 1894-го. Широкую известность его имя получило в 1937-м, когда он возглавил экспедицию на Северный полюс. В течение 247 дней сотрудники станции СП-1 дрейфовали на льдине и вели наблюдение за магнитным полем Земли. За самоотверженный труд в тяжелых условиях Арктики исследователи получили звезды героев Советского Союза. В конце 1939-го Иван Попанин организовал экспедицию по спасению ледокола Георгий Седов. Тогда он удостоился второго звания Героя Советского Союза. Со мной будет интересно общаться. Я буду больше знать, конечно. Здесь расскажу то, что нам в школе тоже при этом, конечно же рассказывали, но здесь еще больше. Все знают, что Иван Дмитриевич Попанин родился в Севастополе, но, может быть, не все знают, что он родился именно здесь, на корабельной стороне, вот здесь, в Аполлоновой балке. Здесь прошло его детство. Он сын матроса. И учился он здесь в школе. Там мемориальная доска на этой школе. А школа, с которой мы непосредственно работаем, это школа номер 6. Шестая школа давно борется за звание носить имя великого легендарного героя, дважды Героя Советского Союза Ивана Попанина. Есть очень много исторических документальных материалов, и парта, и класс, где сидел, и детки знают его биографию. Ну вот, школа-здание очень старое, нам сто с лишним лет, поэтому с помещением туго. Но я надеюсь, что в ближайшем будущем будет музей в школе имени Попанина. И будет носить школа имя Попанина. Это были новости на информационном канале Севастополя. Следите за развитием событий вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова